здравствуйте дорогие друзья сегодня в гостях у нашей программы восходящая звезда русского музыкального российского музыкального олимпа медея знакомьтесь здравствуйте может быть просто сразу не откладывая в долгий ящик вы бы сейчас а капельно исполнили что-то я попробую со звуком чтобы и не очень сильно здесь зашкалило надо бы найти тональность удобно если если миссисипи что начинать начинать миссисипи в мидо овечрай спирт jимми рогерс омна век тролл а мама с динссинь в бейбе он и шоу дэ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но она же была ведьма Вроде как между богиней и ведьмой По-разному говорят Но может голос И очки Но сегодня я довольно готически выгляжу Поэтому Ну вот по поводу ваших очков Я когда увидел Ваш клип Ну не клип, а запись вашего концерта Мне показалось, что вы просто издалека Похожа на Дженнис Джоплин Есть такое это? Была ли попытка следовать? И кстати в голосе вашем Тоже какие-то переливы Напоминающие Дженнис Джоплин Ну Подражать я не пыталась Просто Хочется дополнить образ Чем-то таким интересным Квадратными очками Ну про Ози Осборна я не говорю Мне тоже похожие очки А вот еще мне Ну вот в вашем пении В вашем голосе И в вашем манере исполнения Услышались такие вот Сэм Браун Сэм Браун Ну Сейчас меня заклюют Да Понятно, понятно Понятно Адель такая Адель, да Что же вы услышали? Вибрато? Ну да, видимо Манера исполнения такая Иногда бывает хрипоца И вибрато, наверное, похоже Но вы сейчас записываете Свой дебютный альбом Да О чем он? Какие произведения туда вошли? Он будет дуэтным В дуэте с Давидом Филиппом Поповым Может быть вы его тоже пригласите Это член вашей команды, да? Да Музыкант вашей группы Ну он музыкант, да Но он не постоянный как бы член группы Он музыкант вообще Он и поет, и играет Поэтому В данный момент он будет именно как Один из солистов Буду идти Вот А песни кто написал? То есть репертуар полностью ваш? Или вы какие-то каверы еще будете исполнять? В альбоме, конечно же, мы будем Именно авторские песни исполнять Какие-то общие Какие-то написанные Давидом Какие-то мной Вот Они в основном акустические То есть под гитару Что-то такое Светлое звучание Про любовь много Вот И это будет скорее такая Отдушина от клубника постоянного Который звучит везде Вот если начать с того С чего все началось? С чего началось? Вот Исполнительница Медея С чего началась? А с чего это началось? Ну То есть вы закончили музыкальную школу? Нет Мама отвела в нее Ну я играла Или когда проявились вот эти первые попытки? Ну я играла на фортепиано 5 лет Но до этого я еще Ну я как ходить начала Так начала брата все время доставать Завываниями своими по квартире Я пела Валерию Часики Вот мои первые песни Шакира, Мадонна Девочкой своей ты меня назови Вот такое было Была Мадонна Лай слабонита Лай слабонита Компэт же сервитар И Ну вот как мама заметила Что я пою Ну мама тоже неплохо поет Папа у меня тоже в прошлый музыкант Вот И Поэтому она услышала Что что-то такое во мне есть И отдала меня В такую детскую Школу творчества К Сергею Валерьевичу Он занимается с маленькими детишками Вот И меня отправляли Это где было? В каком городе? Это в Москве Москве? Да И меня отправляли на разные конкурсы Я там пела всякие песни про попугаев Или Я уже большая У меня много песен таких Вот выступала Насколько я понял Вот вашим продюсерам и директорам Вашим музыкальным Является ваша мама Это так? Да Ну это мой главный Главный поклонник А она рекомендует вам В выборе репертуара Какие-то сдаются рекомендации Конечно Да-да-да-да Ну Всегда по-разному Я сейчас ищу свое звучание Именно в авторских песнях И так далее Чтобы оно запоминалось Ну У меня такие плотные низы И есть какая-то хрипотца То есть которую нужно использовать Есть звонкие такие средние тона То есть можно покричать хорошенько И рок попеть можно Вот Поэтому Ну Ищу Но я люблю акустику Люблю вот сочное звучание Когда слушаешь музыку И тебе вот Все слышно хорошо А насчет того, что мама директор Да Мы с ней Даже когда мне было 14 по-моему лет Или 12 Ну вот Еще была Не очень взрослая Мы ездили в Америку В Лос-Анджелес Это был конкурс Викопа Если по-русски говорить Ну получается World Championship of Performing Arts Вот Ну то есть Международный конкурс Исполнительских искусств Вот И там были реально все То есть куча стран Филиппинцы Там Гватемальцы Я вот Контовалась Дружила с гватемальцами Они Вообще на испанском говорят И так с акцентом На английском Прикольно говорили И Я ездила тоже С творческой группой Из Москвы То есть мама нашла Этот конкурс Со мной поехала Все оплатила И Там Я заняла Третье место В Роке То есть в номинации Рок Вот Было очень классно Весело Классно Ну то есть вы начинали С рока Или Это ваш любимый жанр Просто Ну я любила Да Альтернативный рок Попеть Типа Nickelback Я там исполняла If everyone cares And nobody cries Такая песня Вот Ну да Ну мне нравится Альтернативный рок Нравится Такая Попса Тоже нравится Какая-то Например Леди Гага Адель Ну у них Интересные голоса И они как-то Это все обыгрывают Так интересно Вот Сейчас хочу попробовать Еще в джазе Ну не чистом Чистом Хочется что-то Смешивать Такое Вот вы когда Выступали На том Большом конкурсе Какие ощущения были Вот Полный зал людей Вы выходите Одна Одна Перед ними И что Ну там надо было Спеть минуту Получается Ну это же был Не первый мой конкурс Поэтому Ну я всегда Волновалась Когда я выходила На сцену Ну просто А удовольствие Достает Вообще Вот это Внимание Публики Ну да Аплодисменты Там когда ты Вся такая В образе Выходишь Да Это классно Ну вот Вы сказали Что авторские Вы сами пишете Тексты Тексты Или стихи Это тексты Или стихи Ну вообще Это не совсем стихи Потому что Вот Можно например Написать сначала Мелодию песни И потом Под нее Хочется просто Что-то напеть такое Что рифмуется Например на какую-то Букву в конце И рифма Может быть совсем Не такая Которая в стихах Бы хорошо звучала То есть Стих может Не совсем подходить Он может плоско Вставать в мелодию Вот Поэтому хочется Что-то Мелодичное Чтобы получалось Но это не совсем Стихи в общем А о чем О чем они Интересно Что волнует Сейчас От современных Молодых Восходящих звезд Ну все поколения Волнуют Любовь Конечно же Потому что я Писать Это личное переживание Или это такие Вот Представление о том Как должно быть Либо как оно Могло быть Ну я не без чувств Поэтому личное Тоже там есть Вот Ну Начала писать я Сравнительно недавно Потому что у меня С текстами была проблема Мелодии у меня заходят То есть Кто-то может Подыграть на гитаре И легко Так что-нибудь Мелодия какая-нибудь Которая Запомнится Легко сочинять А текст Вот это было трудно Начинаю писать Так Неплохо А потом Проходит Десять минут И я такая Что за бред Я написала Вот А недавно Все начало складываться Так что Вроде и смысл Нормально И подходит Под мелодию И вроде как Закончить песню можно С возрастом Как-то Но вы же выступаете В Москве Наверняка Не только на конкурсах Вы же выступаете Еще и Перед публикой Где-то Да-да-да В клубах Мой первый концерт Именно Двухчасовой Так что Мой сольный концерт Недавно был Сколько Неделю Две недели назад Вот И тогда Был полный зал Это был Бар-клуб Jack and Jane Вот И Да Было весело Прикольно Пришли И друзья И незнакомые люди Вот Те кто в инстаграме Слушают меня Ну Вы же выступали Со своей группой Да Какой состав Где вы подбирали участников Это ваши друзья Да Все друзья Одного человека я не знала Его просто посоветовали Да Но у меня нет Постоянной пока Какой-то группы Мне хочется Набрать состав Какой-то джазовый То есть Например Какие-то рестораны Клубы Они хотят Вот чтобы джазом поиграли И В принципе Я могу это Устроить То есть универсальный состав Хотите Да Либо чтобы они менялись Участники Ну Я пока Не до конца поняла То есть Я хочу и музыкант Просто с гитарой Который сможет Там где Маленькое помещение Сыграть под гитару И все будет так Квартирник такой будет Будет все мило И так далее Хочу джазовые Ну джазовые музыканты Это конечно Тяжело найти Прям Очень классных музыкантов Потому что им Они Должны быть Прям Солдаты Вот это все И Такой состав Который рок Вот Вот это все Тоже Посмотрим Может быть Это будут Универсальные музыканты Которые джаз И это И все могут сыграть А может быть Два разных состава Пока У вас там Я обратил внимание Что девушка на гитаре На бас-гитаре играет Типа Сьюзи Кватер такая Играла А вы играете на инструменте На каком-то Я играю на фортепиано И вот Хочу очень научиться На гитаре То есть я что-то в инстаграме Могу выучить То есть аккорды посмотрела Сыграла Нормально Но импровизировать Вот это вот все Это пока недоступно Но хочу И виолончели Очень мне нравится Вот в альбоме Я надеюсь Что будет много виолончели Обожаю Ну да Это удивительно А в принципе Вот Вы уже можете планировать Вот Такую-то отдаленную перспективу Свою музыкальную карьеру Какая На ваш взгляд Могла бы быть Или должна быть Какая В каком плане Ну то есть вот Успешная Ну говоря же Что мысль материальна Да То есть что мы себе представим То оно так скорее всего и будет Да Если мы чего-то боимся То так оно и будет Если мы Что-то любим Оно появляется в нашей жизни Вот Что вам хотелось бы Чтобы появилось В вашей музыкальной карьере Ну вот сейчас У меня начали Складываться Такие связи Которые Помогают Мне вот Наверное Найти именно Стиль Сейчас Потому что Ну все-таки важно Не просто вот Делать Делать И все Ну это тоже важно Конечно Но все-таки Нужно найти Вот какую-то Свою Атмосферность Ну понять Какой привкус Я хочу Оставлять У слушателя То есть Что он будет чувствовать Когда я буду В ушах у него играть И пока это сложно Потому что Вот сейчас у нас Что молодежь слушает Ну Это что-то такое Ритмичное Биты Бочки Вот это Все такое Ну мне тоже нравятся Некоторые песни Да Но вот по смыслу Например Они Многие Ни о чем Ну типа Ну Свои фанаты Это уже у вас Собираются Потихонечку Ну И о чем они говорят Что им нравится Что не нравится За что критикуют Вот я Хотела Я делала опрос Какой Любимый Кавер у меня Например на странице И все говорят разное Кому-то нравится Когда я на русском Тихо пою Там мото какого-нибудь Кому-то нравится Вот Black Velvet Которую я спела И Кто-то говорит Что ему нравится Когда я нежно пою Кому-то нравится Когда я наоборот По-рокерски пою И тут Прям так не понять И поэтому Ну первый альбом Все равно будет Такой Чувственный И Ну наверное Это все-таки Будет что-то такое Ну Не мягкое Но То что можно Включить Когда тебе Когда ты устал После работы Или когда романтично Хочется включить Что-то такое Спокойное Ну в общем Послушал клубняк Он тебе надоел Отложил И вот включил Меня Ну Вот Вы говорите О поиске стиля Вот сейчас Очки в которых Вы Вот я покажу Сейчас В которых Это же ваши Сценические очки То есть Вы же в них Выступаете Вы в них Не ходите Вы можете Их снять Прямо сейчас Их снять И у вас Изменится имидж То есть Это как раз Переход от Такого жесткого Рока К такому Медляку Как вы говорите Да Ну Именно в образе Образ тоже Он так ищется Но Это не что-то Воздушное Кто нас сейчас Смотрит И если вот понравился Вот этот имидж Мне больше понравился Так Более такой Миловидный Вот так вот Да-да Без очков Совершенно Совершенно Можете Можете ставить лайки И можете даже Напишите мне А куда смотреть Чтобы обратиться Да можете На меня Можете На любую из камер Нет Вот на вот эту Здравствуйте Кому нравится С очками Пишите Кому без Тоже пишите Вы когда Вот сейчас Произносили Название Этого конкурса На английском языке Я там услышал Что у вас Акцента практически нет Русского Имею ввиду Ну он чуть-чуть есть Особенно когда-то смущаясь Для вас лучше Лучше петь на русском языке Либо на английском языке Ну мне больше Именно Просто по вокалу И так как я с детства Пела вот Большей частью Английские песни Мне близко На английском петь Потому что Там можно как-то Ну Плохое слово Но как-то так Искорявить звуки Поудобному Ну типа Даже та же Адель Да Если у нас петь То как бы Ты моя Нельзя Ты моя Почему нельзя Почему нельзя Ну может быть Сделаю себе Такой стиль Тебе все равно Относите Как бы К русской культуре К русской К российской культуре Либо к мировой культуре Я Ну мне больше нравится Наверное Ну мне нравится и русская Но Мировая Наверное близко Потому что Мне нравится многое Из того Что в России Не зайдет Пока Например Что Ну например Если LP Знаете LP что такое Это певица Я знаю Это пластинки Большие Певица Ну просто Многие песни Зарубежные Они Хорошо слышатся Когда не понимаешь Текст То есть Русский человек Их воспринимает Потому что Он не понимает О чем Песня И потому что Ему нравится Просто английское звучание Вот Леди Гага Шалоу Сейчас она пела песню Слышали? Нет? Нет Не слышал Ну слушатели Кто-то Кто-то Слышал И вот Я кстати Тоже себя Ловил на мысль Что вот Особенно Там В молодости Когда не знаешь Там английского Когда вообще Просто английского языка Не знали И все английские Песни воспринимались Просто Ну так входили В душу А потом Когда узнаешь О чем они поют И думаешь Да какой примитив Боже мой А русский Конечно же Вот когда по русски Поешь Вот все-таки Вот Образы Они больше возникают Не только через музыку Но и через смыслы Какие-то Входят И Вы ведь будете писать На русском языке Ну Для начала Точно да Потому что Ну когда есть что-то сказать Все равно сначала На русском Пишешь Это все Потом Возможно На английском тоже Но это сложнее Конечно Чтобы это все И логично было Чтобы англичанин Не послушал И не сказал Что? О чем она? Вот И чтобы Русскому человеку Тоже зашло Но это должно звучать Позарубежно Вот так Чтобы человек Не понял вообще Что это Русское Вы ведь Мы с вами Вот Я вот Уважаемые телезрители Уважаемые зрители Наши Вот мы Мы за кадром С Медеей Говорили Я у нее спросил А имя почему такое Она говорит Ну это из грузинского Как бы Вы грузинка Она говорит Нет Я чеченка Вы же чеченка А вот Влияние чеченской культуры Как-то Сказалось На Вашей жизни На вашем творчестве Сложная тема На творчестве Нет Ну Как бы То что мне с детства Нравилось То я и пела Всегда Что-то находит В душе Ваши отлины Ну конечно У меня голос Все равно такой Который Ну напоминает Что это такое Вот Если послушать Как чеченские женщины Поют Вот именно Народные песни Или на чеченском Ну там Много вот этих Вот вибрато Что-то такое Звонка есть Ну что-то Конечно Да Да Споете еще что-нибудь Сейчас Из вашего нового альбома А что вы хотите Из нового альбома Да Ну а капельно Мы Просто понятно Что музыки нет И мы не сможем Никакой минус подложить Технически конечно можем Но Просто сэкономим время А Ну это двоэтная песня Которая под гитару поется Она такая спокойная На пересечении дорог Где каждый третий одинок Молчу и слышу голос твой И ходит кругом голова Пытаюсь подобрать слова И края порванной струной Я не знаю Где тебя искать Я не знаю Что тебе писать Я не знаю О чем сейчас молчишь Наверное уже Спишь Ты где-то там Смотрю на небо сквозь пальцы Мы по разным городам Большого мира скитальцы Ты где-то там Смотрю на небо сквозь пальцы Мы по разным городам Большого мира скитальцы Она поется в два голоса Поэтому может быть сейчас Не все прочувствовалось Я очень хорошо Спасибо Аплодирую Думаю все Все кто слышит нас Сейчас тоже поаплодируют Где можно узнать О ваших выступлениях заранее Куда можно прийти Ну пока основная информация У меня в инстаграме Но вот сейчас у меня в процессе сайт То есть он почти готов И там уже будет вся афиша И альбомы будут там И все будет там Скоро все будет и в iTunes Как часто вы выступаете? Выступаю Ну вот в последнее время часто Наверное раза Три за месяц бывает Таких крупных концертов Я думаю скоро будет почаще еще Вот Ну то есть вы целиком Как бы вот посвятили сейчас Себя исключительно Только вот Музыкальной карьере Да-да-да Ну мне Мне на самом деле много Что всегда нравилось делать И хочется заниматься всем Но вот пока надо на что-то одно Остановиться на чем-то Вот Спасибо Искренне желаем вам удачи Спасибо Вашему вот этому удивительному голосу Чтобы он звучал и на конкурсах И с пластинки И с компакт-диска Либо с iTunes Будете скачивать Да Либо-либо И скачиваем Искренне желаю вам успеха Спасибо вам Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому